Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро еще раз, как обычно в это время в понедельник. Никита Троянский, эпидемиолог. Вот в целом ряде стран, я вот говорю там со знакомыми в Соединенных Штатах, у них уже вот эта пандемия омикрона идет на спад. У нас, наверное, пока еще рано об этом говорить. Можно ли сказать, что мы достигли пика или приближаемся к этому? Или все-таки это март месяц, как вам кажется? Нет, я думаю, пика мы достигли уже на прошлой неделе, скорее всего. Об этом свидетельствуют такие факторы, как, например, то, что уменьшается количество больничных. Также мы видим, что, в принципе, этот уровень положительных тестов чуть-чуть вырос, но, в принципе, темп прироста значительно медленнее, чем до этого. Ну и мы видим, что среди детей достигнуто такое плато инфекции. Обычно дети – это те, с которых начинается эпидемия, и те, среди которых мы первых видим какие-то симптомы окончания волны. Я понимаю, что, наверное, сейчас говорит о том, что было бы, если было бы, но, тем не менее, если бы, допустим, все-таки обучение, по крайней мере, в разгар пандемии было бы удаленно, как вот это происходило в прошлом году, это бы сдерживало вот это, не знаю, распространение, или уже при такой заболеваемости это особого бы влияния не оказало? Да, ну очень сложно сказать. Я сейчас скажу, что не оказало бы тогда бы это сразу, Министерство образования на свою руку использовало бы и говорило. А вот видите, мы сделали правильно. Если бы сказал, что однозначно это снизило бы распространение заболевания, ну тоже не факт, потому что, конечно, мы бы, наверное, чуть-чуть сгладили волну, но суть в том, что просто тогда те инфекции, которые произошли раньше, произошли бы чуть позже, да, то есть общее количество инфекций, возможно, не уменьшилось бы. Да. Что касается вот 1 марта, остается совсем мало времени. Что вы ожидаете 1 марта? Потому что, ну, были разные мнения, в том числе в медицинском сообществе. Одни говорили, мы помним, целый ряд семейных врачей выступали, в том числе публичные, говорили, что да, ну, омикрон все-таки имеет особенность, это два разных вируса омикрон и дельта по течению, и действительно не имеет смысла дальше эти вот ограничения держать, будем постепенно с 1 марта освобождать. Кто-то говорил о том, что надо было бы дождаться какого-то числа, 10-12 марта, ну, были те, которые хотели прямо вчера к завтраку уже все ограничения снять. Что может происходить после 1 марта? Вот, ваше мнение, прогнозы. Ну, это, наверное, вопрос больше политики. Как я понимаю, все-таки с 1 марта достаточно неизбежно произойдут какие-то облегчения, послабления, ограничения. Я с точки зрения распространения вируса, да. Ну, с точки зрения распространения вируса, я думаю, мы все равно будем идти вниз, просто чуть медленнее, эпидемиологическая кривая будет спускаться, чем было бы, если бы сохранился нынешний режим ограничения. Но главное понять, что произойдет в больницах. Последние недели медленно-медленно, но был прирост где-то на 100, мне кажется, госпитализированных в неделю. И, на самом деле, вчера был достигнут пик госпитализированных одновременно, 1223 человека. Я думаю, что на этой неделе продолжится рост. И вполне возможно, что в ближайшие недели мы дойдем до вот этого предела 800 людей в больницах с COVID-19 как основным диагнозом. И посмотрим, что тогда предпринимет Министерство здоровья. В свое время они сказали, что это какой-то такой болевой порог, при котором нужно менять политику государства. Можно ли надеяться, что будут только облегчения, на самом деле, сначала 1 марта, потом 1 апреля, то есть потихонечку мы возвращаемся к доковидной жизни? Или все по-прежнему зависит от количества госпитализаций, которые возможны еще к росту и так далее? Я думаю, что скорее все идет по первому варианту, варианту облегчений. Но сложно сказать. Например, до сих пор никто до конца не понимает, чем чреват новый подвид Амикрона БА.2. С одной стороны, Южная Африка сообщает, что риск госпитализации такой же, как с предыдущим подвидом, но некоторые лабораторные эксперименты указывают на то, что он все-таки чаще приводит к поражению легочной ткани. И, соответственно, мы должны увидеть, повысится ли количество людей с вирусной пневмонией, которым нужна будет интенсивная терапия. Если да, то это может привести к какому-то изменению риторики со стороны Минздрава, я так думаю. А те наблюдения, о которых вы говорите, они касаются Африки, или все же когда БА.2 будет достаточно распространен у нас? Я говорю, конечно, о ситуации, когда БА.2 будет распространен у нас, но он уже распространен. На самом деле, уже неделю назад лаборатория, которая сделала какую-то выборку тестов и просеквенировала, и они увидели, что 60 с лишним процентов, это уже был новый подвид Амикрона, и он быстрее распространяется, чем БА.1, он в один момент, скорее всего, полностью выливит БА.1. Вот что касается возможности того, что будет 800 человек с основным диагнозом COVID, значит ли это, я понимаю, что там нужно разбираться в каждом случае отдельно, значит ли это, что это все-таки уже Амикрон, неважно, там, Б.1 или Б.2, или это все-таки еще и частично Дельта, или просто вот людей госпитализируют, потому что действительно им очень плохо вот с этим COVID, но все равно потом выясняется, что у них есть и те хронические заболевания, которые просто вот этот вот Амикрон очень сильно обострил, ну так, если совсем простым языком говорить. Ну, в основном, во-первых, это будет Амикрон, а не Дельта, но, конечно, Дельта тоже будет представлена, то есть если Дельта условно это 1% из всех инфекций, то в больницах это будет больше, чем 1%, или это чаще приводит к инфекционализации. Но, в свою очередь, ну, о хронических заболеваниях, где мы говорим об основном диагнозе, тогда все-таки врачи считают, что коронавирус – это, ну, главный патофизиологический фактор, да, но есть и, конечно, эти благус диагнозы, то есть другие диагнозы, я вот, например, сегодня говорил, с одной больницей, в которую поступило за лишь один день вчерашний целых 5 человек с инсультом, у которых при этом был Амикрон, но там, как бы, врачи делают свою оценку и говорят, что, ну, наверное, неспроста они попали в больницу с инсультом при диагнозе Амикрон, то есть Амикрон усугубил их положение. Да, это тоже, вот, я тоже говорил с медиками в той стационарах, и очень многие люди, особенно понятно, что уже в возрасте и с хроническими заболеваниями, которые, возможно, если бы не COVID так бы сильно и не дали вот рецидив, скажем так, да. Конечно, но при этом не факт, что мы достигнем этих 800 людей с госпитализациями. Возможно, раз сейчас количество инфекций идет на спад, ну, может, БА-2 замедлит этот процесс, но все равно в один момент мы пойдем на спад, мы это видим в большинстве других европейских стран, в которых тоже есть БА-2, то и значит, что госпитализация может с недельной или десятидневной задержкой, но тоже пойдут на спад, и мы не успеем достичь новых рекордов. Вот, наверное, с одной стороны, об этом говорит преждевременно, с другой стороны, все-таки, наверное, стоит, но вот предположим, что мы, вот, у нас будет, пройдет это лето спокойное, как это часто бывало, даже во время пандемии, и мы придем к осенью. На ваш взгляд, все-таки, тогда, если этот COVID будет у нас циркулировать, скорее всего, какова должна быть стратегия тогда уже все силы бросить на бустерную вакцинацию уже осенью, да, ну, то есть не только уже в зависимости от сложившейся ситуации. Может быть, к этому моменту появятся какие-то новые вакцины или обработанные вакцины, там, может, Pfizer, да, и уже тогда запустить новую кампанию, если так можно сказать, бустерной вакцинации. Может, и время пройдет даже у тех, кто прививался, допустим, сейчас осенью и зимой, у них тоже уже пройдет для 7-8-9 месяцев. Я думаю, все будет зависеть от клинической картины, которую будет предвещать новая волна, мы об этом, наверное, узнаем все-таки своевременно, но вряд ли в Латвии она первой начнется, может, какой-то африканский или южноевропейской стране. И мы уже будем понимать тогда, нужно ли вакцинировать бустерной вакциной всех-всех-всех, или, может, скорее надо сосредоточиться на группах риска. Ну и до сих пор, конечно, первым приоритетом будет первичная вакцинация до сих пор. Мы, например, сейчас запускаем новый проект в сотрудничестве с университетом Страдене, чтобы снова уже в который раз связаться, например, с теми почти 100 тысячами невакцинированных сеньоров. И медстуденты в этот раз с ними уже будут говорить и пытаться как-то адресовать вот эти причины, почему они еще не привакцинировались. И тогда, может, мы лучше поймем все-таки, например, как в возрастной группе среди 70-летних отличаются вот причины от 80-летних. Потому что социологические опросы обычно нам не показывают настолько нюансированно. Может, отличаются причины, например, среди этих групп. Ну, время от времени эксперты говорят о том, что вот если бы, ну, я понимаю, что это такая фантастическая история, но если бы привить всех, кого только можно, не знаю, там 70-80% жителей африканцевого континента, и тогда опасность вот появления новых мутаций уменьшится. Это вообще теория имеет право на жизнь? Ну, как сказать? С одной стороны, я думаю, до сих пор многие не до конца поняли, что как бы вакцины не предотвращают инфекцию и трансмиссию, но при этом очень много исследований, ресерча, так называемого, показывают, что вакцины снижают шанс заразиться и снижают шанс заразить других. Из-за этого следует, что, конечно, чем больше людей вакцинированы, тем меньше будет вируса. А чем меньше вирусных частиц, тем меньше шанс, что какая-то из них аккумулирует вот эти необходимые мутации, чтобы появился новый. То есть... С другой стороны, мы все-таки видим, что, ну, в Латвии, во многих вакцинированных, высоко вакцинированных странах очень много случаев омикрона и среди вакцинированных, то есть риск этих мутаций все равно высокий. У нас появился вопрос на Фейсбуке. Прививки были ли необходимы? Судя по ситуации, люди также болеют, в том числе и с печальным исходом. Похоже, те, кто со слабым иммунитетом не переносят COVID, им прививки не помогли. Разве не так? Спасибо. Всегда надо задавать вопрос, в чем цель конкретной прививки? Как обычно мы говорим, цель вакцинации против коронавируса – это значительно снизить риск или даже предотвратить тяжелые течения заболеваний и смерть. И мы видим, что и среди людей, которые получили две вакцины в три-четыре раза ниже риска тяжело болеть и умереть от коронавируса, а среди людей после бустера, на самом деле, в Латвии очень мало смертей. Это будут в основном люди очень пожилого возраста со множеством хронических заболеваний. И бустерная вакцина в 15 раз, по последним данным, уменьшает риск летального исхода. То есть, конечно, оно не предотвращает его на 100%, но в 15 раз – это же огромный эффект. Я так понимаю, здесь акцент на людях со слабым иммунитетом именно, с переносенностью COVID. Со слабым иммунитетом тогда я это не расслышал. На самом деле, исследования в Америке достаточно хорошо показывают, что если первые две вакцины зачастую не образовывали ни антител, ни клеточный иммунитет у иммуносупрессированных людей, то после третьей вакцины он появлялся. То есть, третья вакцина – это обычно была такая минимальная ступень, чтобы какой-то иммунитет образовывался у иммуносупрессивных. И в Латвии люди с ослабленным иммунитетом могут делать и четвёртую вакцину. И даже дети старше 12 лет с иммуносупрессией тоже могут записаться на третью прививку в случае детей. Да, здесь надо понимать, люди до сих пор не понимают, что иммуносупрессия – это следствие очень тяжёлых заболеваний хронических. Это не просто у человека от природы ослабленный иммунитет. Это действительно люди, которые нуждаются хоть в каком-то иммунитете в этой ситуации. В продолжение темы есть ещё вопрос. Мы идём на снижение различных ограничений с 1 марта, с 1 апреля и так далее и тому подобное. У нас впереди третье лето. Два уже, в принципе, были, как бы так помягче выразиться, пропущенные, впустую практически. То есть, система здравоохранения не была готова к новым волнам. Ну, Никита, ваше мнение, рекомендации, не знаю, правительству или конкретно Минздраву в ожидании осени. Понятно, что никто не знает 100%, даже около того, что нас ожидает. На всякий случай, как можно подстраховаться, во что вложить деньги, в какие, может быть, койки или отдельные клиники, или отделения и так далее? Ну, во-первых, нужно закупить, и я понимаю, что этот процесс происходит, лекарства, например, пакславит. Это лекарство, которое очень значительно снижает риск госпитализации, которое, например, если 60-летний человек заражается коронавирусом, то сразу ему выписывают пакславит, и тогда, ну, очень навряд ли человек попадет в больницу, но при этом это дорогие лекарства, 500 долларов за курс, поэтому там нужно тоже балансировать. Ну, и, конечно, нужно подготовить, собственно, планы. Уже сейчас следует разработать то вообще, какая это может быть волна, например, вирус, который обходит иммунитет, новый штамм, высокий риск госпитализации или низкий риск госпитализации. И в зависимости от этих сценариев нужно проработать сценарий тогда, что происходит с больницами, что происходит с ограничениями, что происходит с вакцинацией. Нужно, нет споров. В принципе, я думаю, главная рекомендация, извините, это улучшить кризис-менеджмент, чтобы было понятно, кто управляет, кто руководит, собственно, кризисом и управляет всеми отраслями. Потому что сейчас, мне кажется, все давление на Министерство здоровья, но Министерство здоровья мало все-таки, что понимает об экономике, например. В теории, вы все правильно говорите, следует вопросу о практической части. Ведется ли такая работа или планируется ли ее начать в ближайшее время? Да, ведется. Я знаю, что, например, Национальная служба здоровья закупала эти лекарства. Ну, шли переговоры с Европейской комиссией о закупке. Параллельно на прошлой неделе мы запросили у главной эпид-группы экспертов разработать сценарии на осень. Исходя из них, Национальная служба здоровья разработает разные сценарии по вакцинации. И как только станет понятно, какой сценарий будет выполняться осенью, то тогда мы уже будем разворачивать, соответственно, вакцинацию подходящим образом. Поэтому работа ведется. Прекрасно. В таком случае ждем, готовы рассказать и осветить все эти сценарии. Никита Троянский, отдел вакцинации, был с нами традиционно на связи по понедельникам. Огромное спасибо, хорошего дня, удачной недели. У нас с Абиком очередная пауза в эфире, после которой новый гость. Утро на Болткоме, конечно же, продолжается. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио Болтком.